Парковаться на остановках общественного транспорта по правилам дорожного движения запрещено. Правда, водители 150 маршрута об этом, видимо, не знают. Автобусы, оставленные в карманах, мешают проезду других транспортных средств. Проблема возникла несколько месяцев назад. Тогда власти областного центра призвали перевозчиков придерживаться официального маршрута. Напомним, что 150 автобус следует от остановки Мелиораторов в Кохме до Университета на Ермака. Движение данного маршрута идет по кольцевой схеме, и смысла отстаиваться автобусом там нет никакого. У них есть конечная остановка на поселке Мелиораторов. Насколько я помню, интервал движения 7 минут, и этот интервал они должны соблюдать. Остановка в местечке Отрадное, конечная 4-го троллейбуса, ранее была негласной остановкой и 150-го автобуса. Ивановская мэрия, желая поддержать МУП и ПТ, добилась того, чтобы межмуниципальный 150-й сократил свой маршрут и перестал отбирать пассажиров у электротранспорта. В итоге водители автобусов, привыкшие отстаиваться в этом районе, перенесли стоянку к университету. Остановка предусматривает только посадку и высадку пассажиров без нахождения в отстое пересменки какой-либо. Ну и, насколько мне известно, руководство транспортной компании уже давало ответ в Департамент дорожного хозяйства и транспорта о том, что места пересменки, в том числе 150-го маршрута, будут изменены с учетом конечных остановок и удобства, как для жителей города Иваново, так и для водительского и кондукторского состава. Несоблюдение правил остановки стали поводом для проверки 150-го маршрута сотрудниками Ространснадзора. В ходе рейда выяснилось, что водители автобусов нарушают ряд требований к перевозкам. Вот перед вами представлен автобус, который вышел на маршрут города Иваново без соблюдения требований транспортного законодательства, отсутствие тахографа, отсутствие самого основополагающего документа, позволяющего работать на городском маршруте. Это карта маршрута. Поэтому сейчас проводится работа по административному оформлению данных правонарушений. И в дальнейшем нормами законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафных санкций, начиная от водителя, заканчивая должностными лицами и юридическими лицами. Не секрет, что схема движения общественного транспорта в Иванове давно нуждается в серьезных изменениях. Дублирующие маршруты и столкновения бизнес-интересов городских и межмуниципальных перевозчиков негативно сказываются и на пассажирах, и на водителях. В профильном департаменте о проблеме знают. Обещают в течение года коренным образом пересмотреть схему движения и, наконец, сделать общественный транспорт комфортным. Максим Серебряков, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ, Иваново.